привет друзья если вы видите это видео значит наша с вами фотосессия уже прошла для начала я хочу вас поблагодарить за то что вы доверили нам проведение этой самой фотосессии и теперь я вам несколько слов расскажу о том как вам нужно отобрать фотографии на что обратить внимание и как мы будем их обрабатывать выше в сообщении вы видите ссылку по которой вам нужно зайти и не скачивая к себе фотографии выбрать те кадры которые вы хотите чтобы мы обработали почему ее не нужно качать это файлы в специфическом формате формате камеры если вы к себе скачаете вы не сможете посмотреть у себя на ноутбуке или компьютере во первых а во вторых они займут уйму места потому что они очень большие тяжелые они еще пока недостаточно красочные недостаточно резкие с вашими обработанными фотографиями такого не будет ваши фотографии будут красивыми здесь сейчас вам нужно обратить внимание именно на то как вы получились на фотографии которые вам больше нравится но на выражение лиц позы там какие участники присутствуют кадры и прочего такие нюансы и нужно нам написать номера номера ну просто также в ответном сообщении списком через запятую но если у вас пакете например включено 30 или 50 фотографий на обработку отберите пожалуйста немножко больше фотографий чтобы ретушеры могли посмотреть и выбрать те которые с технической точки зрения лучше подходит для того чтобы подвергнуть это ретуши еще такая просьба от наших ретушеров не выбирайте пожалуйста фотографии где на заднем плане присутствует большое количество людей бывает иногда что в какой-то точке фотограф снимает и ну прям вот в этот конкретном месте есть кадры и с людьми на заднем плане и без людей потому что надо бывать люди равно попадают то есть скорее всего у вас серии есть идентичные кадры без людей ну или там с незначительным количеством людей или люди где-то вдалеке то есть лучше выбирать вот такие кадры с ними будет нам проще работать и там ретушер сможет натуральным образом убрать этих людей заднего плана после того как вы нам пришлете номера которые вы хотите обработать ретушер приступит к их обработке я сейчас расскажу в двух словах а потом далее вам наглядно покажу что включено в нашу стандартную обработку стандартная наша обработка заключается в том что мы правим свет цвет резкие тени убираем вот тех самых людей которые попали на задний план вдруг работаем над кожей убираем всякие царапины прыщички морщинки и синячки ну как у детишек иногда бывает ну там одежда хоть может испачкалась чуть-чуть тоже можем подкорректировать делаем кожу такой гладкой красивый молодой здоровый выравниваем цвет этой кожи вот это все включено в нашу стандартную обработку который мы привергаем все ваши фотографии иногда встречаются от вас такие пожелания как манипуляции связанные с изменением пропорции тела например а сделайте мне быть на размер больше или а сделайте мне то ли в размер меньше или а можно мне сделать ноги длиннее конечно же это все наши ретушеры могут для вас сделать но это не включено в нашу стоимость и в наш стандартный вариант обработки но вы такой вариант обработки можете до заказать дополнительно за дополнительную плату я предлагаю как действует сначала получить все обработанные фотографии в наш стандартной обработки возможно они вас и так все удовлетворят и вам не захочется там ничего менять я вообще считаю что все в голове увеличить грудь у тебя читали как он все красивые так но если вам захочется вы можете выбрать конкретные номера фотографий и конкретно на них написать что здесь бы мне хотелось сделать это здесь бы вот это здесь бы вот то и наши ретушеры посмотрят где технически можно это сделать не со всеми изображениями можно проводить такие манипуляции где-то не позволяет ракурс где-то например на групповом портрете это сложно сделать поэтому такую обработку мы уже с вами обсудим отдельно дополнительно и вы ее дополнительно оплатите ну а сейчас я вам покажу наглядно чтобы вы лучше понимали что у нас включено в нашу стандартную ретушь и что включено вот в эту дополнительную обработку связанную с изменением пропорции тела на первом этапе мы вначале над вашей фотографии работаем в лайт доме здесь наша задача это сделать красивые цвета сделать равномерно освещенным кадр при съемке на улице часто встречается что часть изображения бывает темнее часть изображения бывает светлее мы при первичной обработке это все управляем также добавляем насыщенности делаем цвета более правильными более красивыми еще при съемке на жестком ярком солнечном свете часто бывают тени мы над ними тоже работаем тень делаем более мягкими не такими жесткими я не буду вам все это показывать детально рассказывать то есть мне сейчас сделаю вывод посмотрите в ускоренном режиме и потом я вам покажу только ну до и после чтобы вы наглядно посмотрели какие произошли изменения фотографии покажу парочку фотографий взяла специальные фотографии такие сняты издалека а потом во втором этапе уже покажу более близкую детальную работу над но у лицом кожи человека и Субтитры сделал DimaTorzok Вот я обработала первую из наших двух фотографий Покажу вам наглядно, что было и что стало Вот то, что было Вот то, что стало Мы достали небо из пересвета Стали видны у нас облака Стала видна и Петри С правой стороны на оригинале Она такая щупка не очень блекненькая Небо не очень яркое Сама фотография стала насыщенной Правильных цветов Люди равномерно правильно освещены Вот первую часть работы мы сделали Сейчас я еще покажу На второй фотографии тоже Как мы обрабатываем цвета и света И перейдем уже к обработке кожи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот как изменилась наша вторая фотография Здесь менее заметные изменения Но все равно она тоже стала гораздо краше Бывают более сложные какие-то моменты Где более жесткие тени Где было снято при ярком солнечном освещении Когда солнце, например, слишком высоко Там приходится чуть-чуть больше работать над фотографиями Это первый этап Сейчас мы приступаем к второму этапу Второй этап мы будем обрабатывать лицо Будем убирать какие-то дефекты на коже Например, прыщики, царапины, синячки, покраснения Которые бывают при быстром загаре, например Делать кожу более гладкой Убирать морщинки, какие-то складочки и так далее Я для этого возьму более близкий портрет, чтобы было наглядно Ну и также в ускоренном режиме сделаю это в фотошопе И покажу вам результат до и после У нас есть две вот такие фотографии На которых я покажу, как мы работаем над кожей и лицом Также, соответственно, на быстром просмотре Вы увидите то, что я делаю И в конце, самое главное, мы посмотрим результат Как было до и как стало после Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Вот готова первая с фотографией И хочу вам показать наглядно, как было до Лицо кожи, мы сейчас над этим работаем И как стало после То есть мы сделали кожу более гладкой Убрали ненужные переходы света тени на лице Ну, бывает, когда на коже есть еще какие-то прыщики, морщинки, царапины Например, у детишек часто бывает, что есть какие-то синячки, покраснения Это тоже мы все корректируем Сейчас, и вот вы видите, выглядит все очень естественно, натурально То есть это такой достаточно современный способ обработки По этой фотографии нигде не видно, что что-то было обработано в фотошопе То есть нету какого-то размытия То есть видны все поры Выглядит все очень-очень натурально Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, можно увидеть результат того, что у нас получилось В результате работы над кожей Вот то, что было до Вот то, что стало после Так, почему-то близко А, потому что я фотографию немножко скадрировала ближе Вот то, что было до Вот то, что стало после Ну, немножко я, как бы, получается Поближе сделаю, чтобы было похоже То есть тоже видно, что все достаточно натурально Нигде тут нельзя заподозрить в том, что была сделана обработка Ну и все стало гораздо привлекательнее Вот, вот таким образом мы работаем над фотографиями Это наша стандартная обработка Которая стоит вот из этих двух этапов Иногда у вас еще встречаются пожелания По поводу изменений пропорций тела Ну, например, можно мне сделать талию на размер меньше Или грудь на размер больше Или сделать меня в целом более стройной Более высокой Там, сделать руки худее Или ноги худее Длиннее Это в нашу стандартную обработку не входит Потому что это более сложная, крупулезная работа Но наши ретушеры тоже могут ее делать, естественно Вот Ее мы предлагаем вам за отдельную плату Стоимость такой обработки 150 рублей за кадр Я обычно советую сначала отобрать понравившиеся фото Получить их в нашей стандартной обработке И если потребуется Отобрать уже какие-то кадры К которым вы хотите провести вот такие более глубокие Серьезные манипуляции Написать нам их отдельно С указанием ваших пожеланий Конкретных, которые бы вы хотели Что бы вы хотели сделать И мы это сделаем Сейчас я покажу Также фотографии до и после Ну и быстрый процесс Ну, ускоренный процесс Как я это делаю Чтобы вы наглядно понимали Что можно сделать Такие манипуляции можно проводить Не над всеми фотографиями Здесь есть особенности В зависимости от положения тела В зависимости от того Один объект на фотографии Или их несколько То есть не над каждой фотографией Можно осуществить все вышеперечисленные пожелания То есть мы для каждого Отдельно рассматриваем ситуацию Смотрим фотографии И тогда уже говорим Что можно сделать Что нельзя сделать Сейчас я покажу Ну, просто так быстренько Один пример Сложно было найти фотографию На которой показать Эти красотки Я вообще считаю Что каждая девушка По-своему красивая И вообще это В голове все Что надо что-то там изменить Уменьшить Добавить Ну да ладно Ну, допустим Вот я взяла фотографию И мы хотим сделать Фигуру более худой Фигуру более худой Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Хочу показать результат Вот наши исходные изображения И вот то, что у нас получилось Ну и вот, как вы видите Все очень натурально То есть нигде тут не видно Что были какие-то произведенные манипуляции Если бы, допустим, вы не видели Другого изображения исходного Вы бы тут не по одному моменту Не смогли бы понять Что, допустим, было что-то изменено С пропорциями тела Или вообще была произведена какая-то обработка Поближе Покажу Все очень натурально и естественно Ну вот так мы обрабатываем наши фотографии Надеюсь, теперь вам абсолютно все понятно Но если остались все равно какие-то вопросы То не стесняйтесь, пишите нам Мы вам с радостью на все ответим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!